Студия Клевер представляет концепцию художественного фильма Инстагерл. Мия – одна из миллиона девочек, живущих в провинции и пытающихся понять, чего они хотят от этой жизни. Харизматичная, талантливая, наполненная энергией и страхом навсегда остаться в маленьком городке. Мечтает заниматься музыкой, встречается с обаятельным скромным Марком. Тихая провинциальная романтика молодой пары нарушается приездом скандального блогера, который видит в Мии потенциал, предлагает рискнуть и изменить свою жизнь. Мия поддается соблазну, ссорится с Марком и уезжает в большой город. Под руководством нового друга, изображая скандальную и дерзкую, Мия снимает провокационный контент и становится популярным персонажем в мире социальных сетей. Раскручивает свою страницу, погружаясь в мир больших денег и отсутствие запретов. Идя на компромисс с собой, с каждым днем усиливая внутренний конфликт. Героиня сама начинает верить. Она такая, как на ее странице инстаграма. Приезжает Марк и похищает девушку. Закрывает в загородном доме, забирает телефон и начинает управлять ее страницей. Марк пытается убедить Мию, показать подписчикам себя настоящую. Окружает заботой, романтикой, помогает наладить отношения с папой, сделать первый шаг в творчестве, о котором она всегда мечтала. Мия перестает сопротивляться и отвечает взаимностью. В этот момент героиню и зрителей ждет неожиданный поворот, который покажет. Внутренние конфликты и травмы есть не только у нее, а также насколько опасны бывают социальные сети и до какой степени они могут заменять реальность. Дримкаст нашего проекта основан на поиске молодых актеров, которые смогут передать интонацию своего поколения. Мия. На какие компромиссы с собой можно пойти и оправдывает ли цель методы ее достижения. 19-летней девочке предстоит сделать выбор. Марк. Важность и умение бороться с психологическими травмами и обидами, живущими в нашем подсознании. Умение слышать и прощать окружающих. Через персонажа транслируется месседж, когда обида живущая внутри побеждает, это всегда заканчивается трагедией. Кита. На уровне мета-идеи в истории заложена отсылка к мифу про Адама и Еву, искушение, которому поддается один из героев, и последствия, к которым это может привести. Кита в таком ракурсе демонический змей, настолько отторгающий, что притягательный, втягивающий героиню в свой запретный мир. Алиса. Представитель популярного направления блогеров-моралистов, рассказывающих своей аудитории, как правильно жить. Ее правильная страница противопоставляется вульгарно-дерзкой странице главной героини. В нашей истории Алиса еще одно напоминание. Жизни ленты Инстаграма часто отличаются. Кита. В фильме сталкиваются три разных мира. Ламповый уютный мир Марка и Меи, мир тусклого неона денег большого города, экосистема социальных сетей. Смешиваясь и перетекая один в другой, они символизируют борьбу противоположных ценностей, подчеркивая атмосферу сцен и внутреннее состояние героев. Основными референсами проекта являются фильм «Неоновый демон» и многосерийный фильм «Ты». К подготовке группа приступит 15 января 2022 года. Съемочный период запланирован с 1 апреля 2022 года. Планируемый релиз – осень 2022 года. Общие расходы на производство фильма – 40 миллионов рублей. Расходы на продвижение – 20 миллионов рублей. Запрашиваемая сумма бюджетных средств – 25 миллионов рублей. Прогнозируемый доход – 120 миллионов рублей. Прокат планируется в 600 кинотеатрах, а также продажа прав на телеканалы и онлайн кинотеатры страны.